Девушки отдыхают Но и Россия не отстает. В те же дни житель Екатеринбурга приобрел бриллиант в 12,22 карата через сервис «Сбера», который только в июне 2023 года начал продавать драгоценности. Цена этой покупки не сообщалась. Это обывательская точка зрения, что бриллиант – король всех камней. Потому что это твердят, наверное, со всех экранов, из всех динамиков, люди слышат это бесконечно. Алмаз, который еще в 1950 году стоил 1000 долларов, в 1980 стоил уже 10 тысяч, а в 2024 стоит не менее 25 тысяч долларов. Бриллианты никогда не дешевели. И в этом заслуга международной корпорации «Дебирс». Эта компания сознательно делает камни более дорогими, просто назначая ту цену, которую считает нужной. Особенно, если речь идет о редких экземплярах. В течение нескольких десятков лет они сумели просто внедрить в мозг всего мира вот эту идею о том, что красивее бриллианта нет ничего. То есть это одна из самых, я считаю, выдающихся маркетинговых компаний за всю историю. Она же выдавливает с алмазного рынка российскую компанию «Алроса», чтобы устранить нежелательного конкурента. В санкционные списки ЕС попала и сама компания, и ее руководитель Павел Маринычев. Именно по требованию «Дебирс» «Большая Семерка» ввела санкции против российских алмазов. Их импорт в государство G7 запрещен с 1 января 2024 года. А с 1 марта планируется ограничить еще и ввоз тех камней из России, что были обработаны в других странах. Механизм, правда, не очень ясен, ведь сертификаты, в которых значится регион происхождения, выдают только на самые крупные экземпляры. Систему отслеживания обещают создать к 1 сентября 2024 года. К чему могут привести санкции против российской алмазной отрасли? Российские алмазы в любом случае будут присутствовать на мировом рынке. Как раньше строились отношения России с международным бриллиантовым гигантом «Дебирс», откуда вообще берется заоблачная стоимость изделий? «Дебирс» тратила от 200 до 300 миллионов долларов в год на рекламу. «Бриллианты – это навсегда» – слоган, признанный лучшим в 20 веке. Так ли он актуален в веке 21? В 1869 году южноафриканский фермер Шалк ван Найкерг буквально наковырял из облицовки собственного дома целую бутылку мелких минералов, которые на деле оказались алмазами. А в том же году, уже знающему цену подобным находкам фермеру, местный пастух принес найденный на берегу оранжевой реки огромный алмаз весом 83,5 карата. За этот камень ван Найкерг отдал почти все свое состояние – 10 быков, 500 овец и лошадь в придачу. И, надо сказать, не прогадал. Ограненный алмаз, ставший бриллиантом, получившим название «Звезда Южной Африки», был продан за огромные даже по нынешним временам деньги британскому аристократу графу Дадли. А в Южную Африку, прознав о подобных находках, хлынули буквально десятки тысяч старателей со всего мира в поисках алмазов. И к лету 1871 года началась массовая разработка месторождения драгоценных камней в районе южно-африканского городка Кимберли. Его честь, кстати, кимберлитовой трубкой теперь называют во всем мире геологическую структуру, из которой добываются алмазы. В конце 19 века, в 1891 году, все эти разрозненные прииски скупил, заняв деньги у банкиров Ротшильдов, человек по фамилии Ротс. И он основал компанию «Дебирс». Чтобы предотвратить воровство, Сесил Ротс ввел обязательную процедуру для всех сотрудников. Опорожнение в специальные горшки после каждого рабочего дня. Тогда возникло закрепившееся за компанией выражение «Алмазы пахнут дерьмом». Но имидж поначалу никого не заботил. Получив монополию, Ротс начал закрывать прииски и снизил добычу наполовину. Тысячи людей потеряли работу, причем не только в Южной Африке, но и в Антверпене, где располагались гранильные фабрики. Зато возник искусственный дефицит, и цены на алмазы поползли вверх. «Дебирс» занималась этим последовательно и методично. Если бы этой организации не было, то вообще неизвестно, какие цены на бриллианты были с самого начала. До того, как появилась «Дебирс», бриллианты вообще не очень-то и котировались. Это, в принципе, «Дебирс» их раскрутило. То есть это их фирменный бизнес. Они же не имеют цвета бриллианты, не очень красивые. То есть есть камни цветные, там, не знаю, уральские самоцветы какие-то, там намного красивее. Ротс создал алмазный синдикат, заключив соглашение с другими добытчиками, а также систему сайт-холдеров. Так компания назвала избранных торговцев, через которых реализовывала свою продукцию. При этом указывала, почем им можно перепродавать камни с накруткой не менее 40%. Так цена взвинчивалась дальше. Если редкие и дорогостоящие камни добывать в промышленных масштабах, стоимость их неизменно будет падать. Таковы законы рынка. Ротса они не устраивали. В мире сейчас примерно полтора миллиарда карат алмазов. Если их разделить на всех, каждому жителю планеты досталось бы по 0,2 карата. Разве можно это считать драгоценностью? Тем более, когда на рынке присутствуют не менее уникальные камни. Александрит, изумруд, рубин и сапфир. Если подключить тот самый маркетинг, который и поставил, собственно, бриллиант выше, превыше всех камней, подключить его к какому-то другому камню, то любой камень из этой пятерки можно поставить на тот же самый пьедестал, на тот же самый подиум. В 1970 году лондонский журнал «Мани Вич» решил проверить бриллианты на инвестиционную привлекательность. За 400 фунтов стерлингов было куплено два камня по полкарата каждый. Компания хранила их 8 лет в запечатанном конверте. За это время инфляция в Великобритании поднималась до отметки 25% годовых. По самым скромным подсчетам, бриллианты должны были вырасти в цене как минимум вдвое. Но продать их смогли лишь за 500 фунтов. Прибыль даже не покрыла инфляцию. Получается, покупать бриллианты невыгодно. Вы измените, но алмазы с трубок возят грузовики. Иногда, кстати, просыпаются. Там качество разное, потому что почему еще чистые бриллианты, чистые алмазы стоят очень дорого? Потому что он хрупкий. И ведь добывают алмазы взрывов, то есть кидают просто туда бомбу. Бабах! И собирают то, что... Естественно, они лопаются. И поэтому алмазов очень много получается. Но даже крупные и известные во всем мире камни инвестиции, что называется, на любителя. Более того, предметы роскоши быстро теряли в стоимости во время эпидемии, революций и войн. После окончания Первой мировой в 1919-м покупать алмазы в США стали в половину реже. Серьезное влияние на рынок вскоре после его зарождения, между прочим, оказала Россия после революции 1917-го. Молодая Советская Республика нуждалась в средствах и начала распродажу царских ценностей. Уникальная переписка. 10 марта 1922 года нарком внешней торговли РСФСР Леонид Красин докладывает Ленину, что крупную партию драгоценностей можно продать в Европе только за половину или треть их реальной стоимости. Но правительство торопило. Лев Троцкий высказывался за то, что получить 50 миллионов золотых рублей немедленно лучше, нежели 75 в следующем году. Для скорейшей оценки сокровищ Гохрана он привлек оставшегося после революции в России Агафона Фаберже, сына знаменитого придворного ювелира Карла Фаберже. В 20-х годах после революции, когда Советская Россия была абсолютно на крахе банкротства, нечем было кормить население, но на руках у большевиков было огромное количество золота, бриллиантов и алмазов. Это был очень важный козырь для установления контактов с западными странами, обладавшими на тот момент и продуктами питания, продовольствием и оборудованием, архиважным для выхода из кризисной ситуации. Но когда Дебирс обратил внимание на то, что из Советской России поступает колоссальный поток так называемых красных алмазов, большевистских алмазов, контрабандным способом, и что существенно влияло на цены на мировом рынке, на алмазном рынке, это вызывало серьезную беспокойность. Демпинг Москвы привел к тому, что Дебирс вынуждена была сократить производство алмазов на четверть. Компания начала смотреть на Советскую Россию, как на врага. Нужно было срочно что-то предпринимать, чтобы восстановить рынок. Сегодня этот рынок исчисляется цифрами с девятью нулями. Только за последний год продажи алмазного сырья выросли с 2 миллиардов 200 миллионов долларов до 3 миллиардов 700 миллионов. Продажа бриллиантов и вовсе увеличилась почти вдвое. С 98 миллионов долларов до 179. Как компании Дебирс удалось стать эксклюзивным дистрибьютором советских алмазов? В чем заключалась роль британских спецслужб? Кто в СССР работал на международную бриллиантовую корпорацию? В 1920 году компанию Дебирс возглавил Эрнест Оппенгеймер, который спустя 13 лет основал так называемую Центральную взбытовую организацию, которая контролировала 94% мирового рынка торговли алмазами. Но самое главное, Оппенгеймер нанял одну из старейших американских рекламных компаний агентства Ayrson Sun, которая, по сути, определила стратегию развития всей мировой алмазной промышленностью на долгие годы вперед. Целевой аудиторией масштабной рекламной кампании, которую проводило американское агентство, стали состоятельные мужчины, которые собирались вступить в брак. Их следовало убедить, что лучший подарок невесте это кольцо с бриллиантом. Причем размер камня пропорционален глубине чувств. Ту же идею внушали и дамам, которые собирались замуж. В общем, началась широкомасштабная кампания, проводились лекции, уроки стиля, были всесторонне задействованы средства массовой информации. И в результате, с момента начала рекламной кампании всего за три года объем рынка продажи ограненных алмазов в США вырос на 55%. А после окончания Второй мировой войны в 1947 году была придумана фраза «Бриллианты – это навсегда». И уже в 2000-м эта фраза была признана лучшим рекламным слоганом 20-го века, который, кстати, используется компанией «Дебирс» до сих пор. На самом деле, бриллиант может разбиться, выцвести, обесцениться и даже сгореть дотла. Концепции его вечности и прочие уникальные свойства просто выдуманы рекламным агентством. На это указывает вот этот контракт с «Дебирс», в котором есть и эскизы десятков плакатов на эту тему. Покупателей просто-напросто одурачили, заставив поверить в то, чего на самом деле нет. «Дебирс» просто провели масштабную кампанию, убедили всех, что это самый лучший кампания, повысили цену во много раз, взяли под контроль все каналы поставок и, в принципе, десятки лет, контролируя всю рекламную индустрию, контролируя поставки, они этот бизнес вели. Это была одна из самых масштабных рекламных кампаний в истории, а ежегодный бюджет «Айр» вырос с 40 тысяч долларов до 10 миллионов. Агентство внедрило образ бриллианта в каждый уголок поп-культуры. Кинодивы получали их как знак безмерного обожания. Таблоиды подчеркивали, сколько карат было подарено очередной актрисе, а сверкающий камень на пальце был отчетливо виден на снимках. Дизайнеры в своих интервью говорили о трендах наношения драгоценностей. В 1946 году Айр создала сервис под названием «Персона из Голливуда», который рассылал 125-ти ведущим газетам информацию о том, какие бриллианты носили на этой неделе звезды. В следующем году по заказу агентства была сделана серия снимков «Помолвка светских львиц». Идея была в том, чтобы создать новую популярную ролевую модель для менее обеспеченного среднего класса. Рекламщики использовали каждую возможность, чтобы обеспечить сверкание камней в кадре. Например, кинохит 1953 года «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро провозгласил бриллианты лучшими друзьями девушек. Звезды там всего мира стали говорить, что без бриллиантов вообще жизни никакой не нету. И, конечно, они убедили, во многом искусственно убедили людей в том, что это такие важные камни, обладание которыми просто необходимо. И, конечно, они завысили цены на бриллианты во много-много раз. За прошлый 2023 год в мире было произведено около 120 миллионов карат необработанных алмазов. Из них почти 42 миллиона сделано в России. А это уже 35% рынка. Африканская Ботсвана выдала 25 миллионов карат Канада 16, Бразилия 15. А вот покупают больше всего в Европе 75 миллионов карат и Объединенных Арабских Эмиратах почти 90 миллионов карат. Видно, что покупают камней больше, чем добывают. Это все старые экземпляры, которые проходят через международные аукционы, где первую скрипку играет та же Дебирс. Производителям и прежде всего России всегда хотелось иметь более значительное положение в отрасли. Кемберлитовая трубка интернациональная наша, располагается в Якутии, там цифра была на тонну вмещающей породы представьте себе 7 каратов. Отдача просто потрясающе великая, большая. Но даже если на тонну вмещающей породы отдача идет всего лишь навсего 1 карат, даже в этом случае подобная добыча является рентабельной. Еще 5 июля 1829 года крестьянином Павлом Поповым был найден первый российский алмаз. 7 августа 1949 года был найден первый якутский алмаз на реке Вилюй на косе Соколиное. С 1952 года экспедиции НИИ геологии Арктики начали поиски месторождения алмазов в бассейне верхнего течения реки Оленек. А в 1953 году в притоке реки Оленек Аргас-Ала был обнаружен алмаз. Ленинградские ученые Наталья Сарсадских и Лариса Попугаева предположили, что указывать на залежи могут маленькие красные камешки, гранаты, пиропы. Сейчас известно, что поиск алмазов по пиропам практически безошибочен. Пиропы хрупкие и быстро разрушаются при переносе. Поэтому чем их больше, тем ближе кимберлитовая трубка. Но тогда теория нуждалась в практическом подтверждении. С поисками якутских алмазов связана почти детективная история. В июне 1954 года советский геолог Лариса Попугаева и ее помощник Федор Беликов в 30 километрах ниже якутской реки Кен-Юрях обнаружили залежи минерала пиропа. Это разновидность гранаты. Пироп еще называют спутником алмазов. Дело в том, что в горных породах эти два камня чаще всего соседствуют. Зная это, геологи продолжили тщательные поиски и, наконец, нашли первый алмаз. Крохотный камень весом меньше 8 миллиграммов. Это было место выхода на поверхность кимберлитовой трубки, которую позже назовут Зорница. Открытие для Советского Союза эпохальное. До того времени на территории огромной страны не было собственной алмазодобывающей промышленности. Только вот лавры первооткрывателя у Ларисы Попугаевой попросту украли. Местные начальники поспешили сообщить в Москву, что открытие месторождения это их заслуга. И в 1957 году за открытие месторождения алмазов в Якутии Ленинская премия была присуждена шестерым геологам. Это были люди, которые ни разу не выезжали в полевые экспедиции. А вот Ларису Попугаеву больше к алмазам не подпускали. Она занималась исключительно полудрагоценными камнями. И в кругу близких, говоря о месторождении Зорница, всегда меняла букву Р на букву Д. Справедливость босторжествовала через 15 лет, незадолго до смерти Ларисы Попугаевой. Она все-таки была признана первооткрывателем алмазного месторождения в Якутии. А в 2005 году в якутском городе удачно ей поставили памятник. В том же 1954 году, когда в Якутии обнаружили алмазное месторождение, владелец компании De Beers Эрнст Оппенгеймер встретился в Йоханнесбурге с Перси Силитол, который возглавлял британскую контрразведку Ми-5 до ноября 1953 года. Результатом этой встречи стало создание International Diamond Security Organization, спецслужбы De Beers, которая должна была бороться с теневым оборотом алмазов. Официально было заявлено, что цель спецслужбы обуздать контрабанду из Африки. Только вот контрабандные ручейки с африканских месторождений текли всегда и в 1930-е и в 1940-е, и по сравнению с общей добычей De Beers были просто мелочью и никак не влияли на способность монополиста устанавливать цены на рынке. Для того, чтобы всерьез угрожать существующей системе, нужен был поток алмазов не менее 25% от мирового объема. Причем поток концентрированный, который управлялся бы из единого центра. Таким центром в 1954-м году мог быть только СССР. De Beers также обеспокоился тем, что СССР начали разработку Западной Якутии. И вот как раз таки последние три года до подписания в 59-м году соглашения в Москве между дочерней компанией De Beers и российской стороной разворачивались очень интересные события, которые мало в каких источниках зафиксированы. А именно, они практически нигде не фиксировались, это были прямые соглашения и носили крайний конфиденциальный характер. С Советским Союзом у нового главы алмазной спецслужбы были особые счеты. Перси Силитол никогда не имел ни малейшего отношения к Африке. Зато, когда он руководил Ми-5, советские агенты нанесли службе весьма чувствительный удар. В 1951 году в СССР сбежали Гай Бёрджес и Дональд Маклин, члены так называемой Кембриджской пятерки в советской разведывательной сети в Англии. Бёрджес был сотрудником Ми-5, и именно этот инцидент в итоге привел к отставке Силитол. Своим заместителем в International Diamond Security Перси Силитол назначил Джона Колларда, который тоже никогда ранее не бывал в африканских странах. Но зато в 1950 году являлся ключевой фигурой в контрразведывательной операции Ми-5 по поимке советского шпиона Клауса Фукса, переправлявшего в СССР информацию о развитии американского проекта создания атомной бомбы. Все указывает на то, что команду собирали исключительно для тайной работы против Советского Союза. По просьбе программы Код доступа сотрудник Женевской школы дипломатии и международных отношений Роксолана Жигон взяла эксклюзивное интервью у князя Никиты Лобанова Ростовского, который 10 лет был советником главы Дебирс и в этой должности занимался исключительно связями с СССР. Дебирс из своего кармана мог лично выложить миллиард долларов в год Советскому Союзу. Никто другой в КАП-странах этому не был готов. Чтобы быть монополистом в этом рынке Дебирс нужно было создать стабильность в этом рынке. Бывший советник Оппенгеймера утверждает, что это было взаимовыгодное сотрудничество. Советский Союз хотел получать стабильный доход, а не выбивать для себя место на рынке. Советский Союз работал на плановой экономике. То есть был безветка и страна знала в планной экономике какие у ней будут доходы и все. Весь эти доходы распределяла расходы. Одна из отраслей доходов Советского Союза были обмазы. Я говорю сейчас о переграде 25-30 лет назад, когда выручка Советского Союза была один, скажем, условно, доллар стоил 10 раз дешевле, чем сегодня. Так что тот миллиард долларов, который приходил к Советскому Союзу, ему было важно знать, что он может. Советский Союз в те годы действительно подыгрывал Дебирсу и порой в ущерб собственной экономике. Сначала был заморожен проект по освоению Вилюйского алмазоносного района. Разрабатывать его предлагали силами заключенных и себестоимость добычи была бы минимальной. Необъяснимо, если не предположить, что лоббисты Дебирс сумели повлиять на высшее руководство СССР. Я полагаю, что существовал фактор, который был согласован обеими сторонами по сдерживанию процесса ускорения разработки месторождения в Западной Якутии. Об этом знала британская сторона, и об этом хорошо была осведомлена советская номенклатура в лице тогдашнего министра цветной металлургии Петра Фадеевича Ломак. Человека, под руководством которого и создавалась вся алмазная промышленность и индустрия СССР. Когда в январе 1957 года коллегия Министерства цветной металлургии СССР наконец одобрила создание треста Якут-алмаз, приступившего к промышленной добыче драгоценных камней, продавать их на внешнем рынке решено было исключительно через Дебирс. Похоже на успешно проведенную шпионскую спецоперацию. В том же 1957 Международная Организация Алмазной Безопасности была распущена, а Перси Силитол вышел на пенсию. Все задачи, очевидно, были выполнены. Он блестяще справился с поставленной задачей, так как разработка якутских алмазов была отложена на заведомо ожидаемый срок, который позволил Дебирс воспользоваться этим периодом времени и разработать такую маркетинговую стратегию, которая обезопасила позиции компаний на мировом рынке алмазов. Это очень интересная история. Как я уже говорила, она носила исключительно капитальный характер, поэтому документов практически не сохранилось. В 1959 году был заключен первый официальный торговый договор между Дебирс и СССР. С этого момента Москва лишалась права самостоятельного выхода на мировой рынок алмазного сырья. И это условие выполнялось вплоть до распада Советского Союза в 1991 году. Лихие 90-е. Кому досталась уникальная алмазная коллекция СССР? Респектабельные мошенники и несуществующие африканские короли. Как Дебирс снова пыталась заключить эксклюзивное соглашение с Москвой, на этот раз уже с руководством России. И к чему приведут западные санкции, введенные против российской алмазодобывающей отрасли? Неразберихой 90-х годов воспользовался аферист по имени Андрей Козленок. Дело в том, что между Советским Союзом и компанией Дебирс существовало соглашение об эксклюзивной продаже. То есть все советские алмазы реализовывались на мировом рынке через компанию Дебирс. Козленок предложил тогдашнему российскому комитету по драгоценным металлам и драгоценным камням избавиться от посредника, заменив его на зарегистрированную Козленком в Сан-Франциско компанию Golden Ad. При этом почему-то никто не обратил внимания, что ни Козленок, ни его партнеры никогда не имели отношения к рынку драгоценных металлов. Остается только догадываться, почему наши правительственные структуры при принятии решения игнорировали этот факт. Компании Golden Ad для реализации была отправлена коллекция лучших российских бриллиантов на сумму более 180 миллионов долларов. И в случае реализации этих камней Россия должна была получить более одного миллиарда долларов. Но наша страна так ничего и не получила. Козленок постоянно уверял российских поставщиков, что все идет по плану. И даже сообщил, что торговать российскими алмазами через Golden Ad согласился сам наследный принц государства Боцвана Кгот Умо первый. Человек авторитетный на мировом алмазном рынке. Об этом даже триумфально было доложено тогдашнему первому вице-премьеру правительства России Егору Гайдару. Однако вскоре выяснилось, что такого персонажа, как наследный принц Боцваны, попросту не существует. Козленок бежал за границу, изменил внешность, долго скрывался, но в 1998 году все-таки был арестован и осужден за мошенничество в особо крупных размерах. Правда, получил всего 4 года заключения. Якутские бриллианты известны во всем мире. Они может быть не самые крупные, но зачастую удивительной красоты и чистоты. Один из самых больших размером с кулак был добыт в трубке юбилейная и весил 888 карат. Правда, оказался слепленным куском множества алмазов. В 1981 в кемберлитовой трубке мир нашли уникальный камень желто-лимонного цвета весом 342,5 карата, который получил название 26-й съезд КПСС. Сейчас он находится в алмазном фонде Кремля. В 2004 на месторождении Белях добыли алмаз творец 298,48 карат размером с куриное яйцо. 19 февраля 1992 года президент России Ельцин издал указ об образовании акционерной компании Алмаза России Саха, сокращенно Алроса. 33% акций получила Российская Федерация, 25% Республика Саха, Якутия, 8% Якутские районы, в которых ведется добыча. Но если мы их сами будем гранить, это будет непросто, сразу скажу. Эта компания становится с диким сопротивлением, потому что это зарегулированный рынок, потому что это зарегулированный спрос, как с вами говорили. Но в принципе это можно сделать, просто это огромная операция, которая требует неимоверных усилий, извините, просто железных нервов. 17 декабря 2001 года между Алроса и Дебирс было заключено новое соглашение. Оно не было таким кабальным, как в советское время. Россия обязалась экспортировать алмазов на 800 миллионов долларов в год, а на внутреннем рынке продавала на 600 миллионов. В декабре 2008 соглашение расторгли по требованию Еврокомиссии, и это стало настоящим ударом для Дебирс. В 2010 году Алроса впервые в истории мирового алмазного рынка обогнала Дебирс по объемам добычи. С тех пор международная корпорация спит и видит, как бы уничтожить окрепшего конкурента. Волна антироссийской истерии, прокатившейся по Европе в последнее время, стала для Дебирс настоящим подарком. Вот письмо руководителя компании Элла Кука от 19 октября прошлого года, которое он разослал во все европейские инстанции, требуя ограничить Москву в возможности торговать алмазами. Дебирс просто занимается недобросовестной конкуренцией, из-за того, что это уже такая уходящая структура, она уже не может просто контролировать рынок так, как когда-то. То есть у них нет возможностей таких. Но все уже меняется в мире. Поэтому они просто, используя вот эту ситуацию геополитическую, все делают одно и то же, пытаются выкинуть своих конкурентов. Дебирс предложил считать российские алмазы конфликтными или кровавыми, то есть добытыми на территории, где ведутся военные действия. Ранее к таким регионам были причислены лишь африканские Либерия и Сьерра-Леоне. Требования корпорации поддержал Всемирный алмазный совет, давно ставший карманной структурой Дебирс. В итоге усилия международных бриллиантовых спекулянтов не прошли даром. С 1 января 2024 года страны G7 и Евросоюза ввели против российско-алмазной отрасли беспрецедентные санкции. Бриллианты навсегда, видимо, хотят оставить только компании Дебирс. Она их в общем-то и выдумала, наделила ценностью, а затем стала продавать втридорога, подстроив под себя весь западный бриллиантовый рынок. Чем хомячок отличается от крысы? Да в общем-то ничем, просто у хомячка пиар лучше. Эта шутка вполне применима и к бриллиантам. В списке самых дорогих драгоценных камней ограненный алмаз, то есть бриллиант, занимает лишь пятое место и продается по цене в среднем 15 тысяч долларов за карат. Карат – это 0,2 грамма. На четвертом месте находится камень жидеид империал. На третьем месте минерал под названием подпараджа. Это розовато-оранжевый сапфир. На втором месте минерал грандидиерит. Это камень зеленовато-голубого цвета, который сейчас существует в крайне ограниченном количестве. Всего несколько десятков экземпляров. А кто же на первом? Все-таки разновидность алмаза, так называемый красный алмаз. За всю историю человечества было найдено всего несколько экземпляров этого драгоценного камня. Если крупный повезет, найти его можно в единственном на земле месте. На руднике Аргайл в Австралии. Вес всех найденных красных алмазов меньше полкарата. А вот цена больше миллиона долларов за карат. Доля российских алмазов на мировом рынке составляет 35%. Но более 90% из этого числа это необработанные камни. Ежегодный оборот алмазного рынка в Антверпене, в Берлии, почти 50 миллиардов евро. и 40% алмазов, которые гранят в Антверпене, это российские драгоценные камни. Но при этом Бельгия активно выступала за запрет поставок российских алмазов на рынок. Казалось бы, довольно странно, но как выяснилось, объяснимо. Ведь именно в Антверпене находится штаб-квартира компании Дебирс, которая заинтересована в создании дефицита на мировом алмазном рынке. Цены вырастут на 10-20%, соответственно, увеличится прибыль. Пострадает ли от санкций Россия? Ну, это вряд ли. Практика показывает, что любые санкции компенсируются, скажем так, изменением географии поставок, как это было с энергоресурсами. Вот, например, Германия отказалась от поставок российской нефти, но при этом не отказывается от индийского топлива, которое производится из той же самой российской нефти. Так что наши алмазы не пропадут. С вами был Павел Веденяпин. И, пожалуйста, берегите себя. субтитры